С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Полномочия в сфере ЖКХ вернули с регионального уровня на городской, но только на год. Речь идет об исполнении полномочий по организации в Наринмаре электротеплогаза и водоснабжения населения. Соответствующие поправки в 95-й окружной закон о перераспределении полномочий депутаты регионального парламента приняли в первом и втором окончательном чтениях на первой в этом году сессии. Всего в повестке дня значилось 20 вопросов. С 2015 года полномочия в сфере ЖКХ в столице региона в соответствии с 95-м окружным законом пережили с городского на региональный уровень. Однако власти НАУ по сути не имели возможности исполнять их, поскольку мэрия отказалась передавать на региональный уровень по КТС. Перед вынесением на сессию этот вопрос был детально проработан на комиссиях и предсессионным комитетам. Это также вытекает из тех обращений, которые поступали в адрес органов муниципалитетов на власти города Наринмара. И это условно тем, что фактически органы местоправления остались от передачи инструментов и полномочий на окружную гору. Почему только на один год передаем полномочия, посмотрим, как в текущих финансовых условиях город справится с ними. И по концу года, если эту ситуацию будем оценивать еще раз. Вернут полномочия и Заполярному району. Речь идет о полномочиях по организации в сельских поселениях строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства. Это делается также на основании обращения администрации Заполярного района. Она заверила власти НАУ, что средства на строительство муниципального жилищного фонда в районном бюджете имеются. Законопроект депутаты приняли в первом и во втором окончательном чтении. Далее депутаты обсудили проект закона, который был разработан на основе обращения к законодателям мамы усыновленного ребенка. Речь идет о предоставлении возможности использовать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей на оплату образования усыновленного ребенка в любое время по истечении одного года со дня усыновления, а не в течение трех лет, как сегодня диктует закон. Ведь фактически, согласно действующим нормам, пособие возможно израсходовать на оплату образования ребенка только в том случае, если в момент усыновления ему было 15 лет. И поэтому у него была такая идея, а можно ли дать возможность усыновителям эту сумму использовать последующим, когда ребенок закончит школу, пойдет поступать, не дай бог не получится, на бюджетное место, чтобы оплатить ему учебу. Это хорошая, нормальная, здравая идея. И мы, в принципе, вместе с специалистами нашего собрания достаточно быстро постарались его реализовать. Также депутаты предложили законодательно закрепить, что в случае, если усыновители направляют эти 500 тысяч на улучшение жилищных условий, за усыновленным ребенком в обязательном порядке закрепляется часть жилого помещения. Как отметила вице-спикер Татьяна Бадьян, законопроект направлен на адресную поддержку усыновленных детей и защищает в полной мере интересы усыновляемого ребенка. Законопроект приняли в первом чтении и предложили разработчику доработать его с учетом предложений и замечаний. Также на сессии были приняты поправки в закон, который касается оплаты труда работников государственных учреждений округа. С принятием законопроекта заработная плата бюджетников будет напрямую зависеть от результатов их деятельности. Здесь речь идет о формуле 60 на 40, где большая часть – это базовый оклад, а остальные проценты – это премиальные и стимулирующие выплаты за эффективность, креативность, добросовестность и другие заслуги. Данный законопроект принят прежде всего еще с тем, что мы до 1 января 2018 года должны все перейти на форму эффективного контракта. Это федеральная политика, но каким образом она будет здесь реализовываться в регионе, в многом зависит и от трудовых коллективов, зависит от профсоюзного движения, от действий, конечно же, исполнительной власти. И, на мой взгляд, приняв это как готовность, мы все должны подключиться к этой теме, чтобы у нас действительно появились грамотные критерии, которые способствуют развитию наших отраслей и вместе с тем могут оценить работника по его эффективности. По словам законодателя Татьяны Бадьян, пока никаких критериев оценки эффективности работников различных отраслей не разработано. Также в ходе сессии парламентарии поддержали проект постановления группы депутатов об обращении в правительство Российской Федерации. Суть письма состоит в следующем. В январе этого года правительство России одобрило идею выдачи заграничных и общегражданских паспортов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и даже запустило пилотный проект в ряде регионов страны. Для нашего округа с большим количеством труднодоступных населенных пунктов замена документов – одна из насущных проблем. Чтобы получить паспорт, необходимо приехать в Наринмар и потратить десятки тысяч рублей. Об идее подключения к этой проблеме многофункциональных центров округа депутаты регионального парламента задумались еще в ноябре прошлого года. Оказалось, что правительство тоже думает в этом направлении. И мы думаем, что нашим обращением мы усилим позицию правительства в этом направлении. И мы включили там фразу, что мы хотим, чтобы наш регион был одним из пилотных в реализации вот этой госуслуги. Глава региона Игорь Кошин полностью поддержал инициативу депутатов и рекомендовал продолжить работу по расширению перечня госуслуг, оказываемых в МФЦ, для удобства жителей населенных пунктов округа. Также в ходе сессии по представлению губернатора округа депутаты согласовали кандидатуру Татьяны Лагвиненко на должность заместителя губернатора НАО. Напомню, с 1 сентября Татьяна Лагвиненко исполняет обязанности вице-губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики округа. Согласно уставу, губернатор имеет право назначить своих заместителей без согласования с депутатами на срок не более пяти месяцев. После этого момента кандидатуру необходимо согласовывать с депутатами.